В столице региона прошло подписание соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки молодых специалистов для нужд нефтегазовой промышленности. Подписи под документами поставили руководитель Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа Галина Медведева, директор территориального производственного предприятия «Лукоил Севернефтегаз» Игорь Шарапов и директор компании «Башнефтполюс» Владимир Нестеренко. Пописано. Соглашение о сотрудничестве содержит основные направления взаимодействия органов государственной власти и нефтяных компаний в области подготовки профессиональных кадров для нефтяной отрасли из числа учащихся Нинецкого профессионального училища. Документ предусматривает регулярное оказание помощи со стороны специалистов с нефтяной компанией в проведении практических профориентационных занятий среди школьников, молодежи и студентов, содействия в организации учебной практики, трудоустройстве выпускников, получивших квалификации, востребованные в нефтегазовой промышленности. Поэтому здесь какие специальности, во-первых, нужны, а во-вторых, создать материальную базу для подготовки высококвалифицированных специалистов. Но я, несомненно, благодарна руководителям компании именно за то, что они находят время, находят возможность, находят средства для того, чтобы здесь развивалось профессиональное образование, здесь, на месте у нас, в нашем регионе. Общество Луко-Лукоми уже на протяжении последних многих лет делает ставку на местное население в плане трудоустройства. Но мы столкнулись, периодически сталкиваемся с проблемами о том, что отсутствуют соответствующие квалифицированные кадры. Поэтому, соответствующим департаментом Нинецкого автономного округа, мы разработали комплексную программу по обучению, переподготовке тех специалистов, которые необходимы в нефтегазовой промышленности. И, грубо говоря, эта комплексная программа, это и есть соглашение, которое было подписано сегодня между Обществом Луко-Лукоми и Департаментом образования, культуры и спорта Нинецкого автономного округа. Компания «Башнивить полюс» активно развивается. И те кадры, которые будут подготавливать профтехучилища, так как мы находимся и работаем в автономии, в режиме автономии, нам необходимы эти специалисты. Мы понимаем, что в первую очередь компания «Башнивить полюс» ставит приобретение квалифицированных кадров, но мы все знаем, что сегодня для округа и для «Башнивить полюса» это проблема. И чтобы решить эту проблему, один из вариантов – это подготовка кадров на местах. То, что сегодня мы делаем, то, что будем, и вот это соглашение, которое мы сегодня подписали, оно будет развивать и даст качественный толчок для развития и для приобретения тех специалистов, которые в округе. Ну а для нас, как для компании, мы понимаем, что приоритетом становится это участие жителей региона. И в первую очередь приоритет нашей компании – это при принятии на работу этой жителей в округ, на который живут и трудятся на территории. Ведь мы все знаем, что самое главное богатство округа – это ее жители, а все остальное – это уже то, что находится в недрах. По словам главы региона Игоря Кошина, подписанные соглашения принесут округу положительные результаты. Руководители компаний не просто работают и обеспечивают производственный процесс, не просто добывают нефть и платят налоги, не просто участвуют в социально-экономическом развитии Нинска автономного округа, а самое важное – думают о завтрашнем дне и думают о том, кто придет им на смену. И нам будет очень приятно, если на смену придут ребята, которые получили образование, необходимые практические навыки в результате исполнения подписанных сегодня соглашений. Спасибо.